Здравствуйте! С вами Цитаты Свободы. Если у вас нет времени следить за всем, что обсуждают в социальных сетях, слушайте подкаст Али Пономарёвой. Два раза в неделю Аля пересказывает самые интересные и важные дискуссии из Фейсбука, Твиттера, Телеграма и Витюба. В этом выпуске речь пойдёт о визите Путина в Волгоград, который по такому случаю стал Сталинградом и о том, допускать ли на Олимпийские игры спортсменов из России. Сегодня подкаст представлю я, Ирина Лагунина. В Волгограде с помпой отметили 80-летие Сталинградской битвы. Торжественные мероприятия включали в себя визит Владимира Путина, открытие новенького памятника Иосифу Сталину и временное переименование города в Сталинград. Кроме того, Волгоградская полиция прошла по центру города парадом в форме войск НКВД, а за городом устроили реконструкцию последних дней Сталинградской битвы с участием каскадёров и пиротехников с киностудией Мосфильм. Всё это вполне заменяет Путину победы на других фронтах, иронизируют комментаторы. Максим Мирович. Волгоград переименовали в Сталинград перед приездом Путина, развесив по всему городу плакаты с Путиным. Ведь последнее оставшееся достижение Путина – это победа в Великой Отечественной войне. Твиттер «Злой волгоградец». Ну, что можно констатировать? Из всех обещанных громких побед России у нас пока только очередное ежегодное пленение Паулюса в Волгограде. Сегодня его возьмут в плен пять раз. Больше всего многих поразило временное переименование целого города. В соцсети облетели кадры, на которых меняют дорожные знаки на въезде в Волгоград. Поступать так со всеми городами, куда приезжает Путин, предлагает редактор «Новой газеты в Европе» Кирилл Мартынов на канале этого издания. Мы привыкли к тому, что фейковые какие-то города создаются для приезда Путина, фейковые картинки этих городов. Это всё уже у нас в традиции. Но здесь, мне кажется, был сделан шаг вперёд, даже несколько шагов вперёд. Во-первых, к приезду Путина Волгоград на несколько дней переименовали в Сталинград. Я думаю, что традиция очень показательная и, может быть, было бы правильно, если бы Путин приезжал в любой город и немедленно его переименовали бы в Сталинград, потому что, наверное, Владимиру Путину просто приятно это слышать. Где вы сегодня находились? Я сегодня опять был в Сталинграде. Как заел. Таблички поменяли, повесили большие баннеры с портретами Сталина, открыли памятник Сталину. Это первый официально открытый памятник этому историческому деятелю, если его так можно назвать. Люди, которые давно в России со сталинизмом боролись интеллектуально и старались какой-то правозащитой заниматься. Для них, конечно, это открытие памятника Сталину, это такой трагический момент. Но меня почему-то это даже сейчас не очень трогает. Потому что, мне кажется, это действительно есть некоторое подобие. Государство, которое уничтожает своих соседей, открыло еще и памятник Сталину. Но это логично. В принципе, кому бы им еще памятники открывать? Незадолго до этого власти некоторое время обсуждали тему постоянного переименования Волгограда в Сталинград. Но так и не решились на этот шаг. По опросам жители города в подавляющем большинстве выступили против. Зато властям удалось оторваться на оккупированном Мелитополе, где десяткам улиц вернули советские названия. Анастасия Буракова. Как эта болезнь называется? В оккупированном Мелитополе переименовывают улицы Махровыми советскими топонимами. Пропаганда зачем-то пишет советские названия украинских городов, которых давно не существует. Будущего для них нет. Только маниакальная идея — вернуть хреновое прошлое. Если переименование улицы Героев Украины в улицу Кирова еще можно объяснить, то зачем соборную площадь переименовывать в площадь революции, не понимают в том числе российские патриоты. Дмитрий Ольшанский. Это фантастический позор, стыд и плевок в русскую культуру. На каком основании власти Мелитополя решили отменить Россию и русскую историю от Ярослава Мудрого до Академика Королева, заменив ее мертвым религиозным культом коммунистических сектантов. Почему вместо названий, связанных с православной верой, на возвращенные территории России должны приходить символы, связанные с убийцами царской семьи, да и просто массовыми убийцами и террористами? Чем почитание Войкова лучше почитания Бандеры? Не останавливаться в переименованиях предлагает Станислав Белковский на канале «Живой гвоздь». Итак, Путин побывал в Сталинграде. А что мешает взять какой-нибудь еще город на юге Российской Федерации и назвать его Киевом? Тоже повесить надпись «Киев», никого не выпускаем из подъездов, чтобы никто не подумал, что здесь есть местные жители, отличные от киевлян. Занавешиваем дома полотничьими с изображением домов на Крещатике, сделать резиновый макет Майдана на залежности в центре какого-то населенного пункта, переименуем его в Киев, опять же запустить всяких сотрудников федеральной службы охраны в вышиванках, которые будут изображать украинцев с цветами. И, так сказать, вот так там Владимир Владимирович Путин примет парад победы в этом условном Лас-Вегасе, он же Киев. И, как известно, все, что происходит в Лас-Вегасе, остается в Лас-Вегасе, все, что происходит в Киеве, остается в Киеве. Потом спокойно отбывает себе бункер, думая, что спецоперация «З» такие триумфально завершена. Есть и более радикальное предложение. Алексей Лушников. Теперь могу предположить, как закончится война. Москву переименуют в Киев, и Путин скажет, что Киев взят, а его пипл будет радостно смотреть по телеку парад его победы на Красной площади, переименованной заранее в Крещатик. Что касается Волгограда, деньги, которые были потрачены на праздничные торжества, могли быть израсходованы с гораздо большей пользой, считает политолог Константин Калачев. Раз в год вся страна вспоминает о царицине, Волгограде, Сталинграде. Все остальное время – это самый бедный и депрессивный из миллионников. Первый с конца в любых рейтингах. Увековечить память павших героев Сталинградской битвы просто. Надо сделать город-герой процветающим и комфортным, развивающимся и богатым. Концерты и салюты хорошо, но реальная работа по благоустройству города еще лучше. Ветераны той войны точно бы одобрили. Но Владимира Путина намного больше интересуют исторические реконструкции. И чем дальше, тем больше он превращается во что-то вроде персонажа бульварного романа, иронизирует на своем канале журналист Майкл Наки. Вообще Владимир Путин все больше представляет из себя такого попаданца. Причем попаданца неудачника. Что такое попаданец? Попаданец – это популярный жанр. Особенно в российской такой литературе бульварный. Бывают попаданцы высокого уровня, бывают хорошие произведения про попаданцев. Но вот есть такой распространенный формат, типа «Пчела», «Сталин», какой-нибудь солдат из современной России попадает во времена Великой Отечественной, что-то там меняет, иногда и в Египет. В общем, такой популярный мусорный довольно жанр в России. Вот Владимир Путин как будто бы персонаж, по крайней мере чувствует себя персонажем, такой какой-нибудь книги. Потому что постоянно что-то у него то Сталинград появится, то Великую Отечественную вспомнит. Причем совершенно не в попад. В общем, все больше и больше он представляет из себя такого человека, который не только живет в прошлом, но дышит им. И не имеет никакого представления о будущем, не может его даже нарисовать. Он не говорит даже, в чем цели того, что он называет СВО. Не говорит, какую Россию он хочет построить. Он не дает обещания о том, как это будет выглядеть. Нет, только о прошлом, о прошлом, о прошлом, о прошлом. Деды то, деды сё. Да ты какое отношение к дедам-то имеешь? Вместе с тем историки и политологи насторожились, когда Путин поехал в Волгоград. Иван Курила. Может, конечно, это дезинформация, но у Путина и правда есть суеверия, связанная с Волгоградом. Он туда ездит каждый раз перед серьезным решением. Раньше это были выборы. Путин приезжал в Волгоград в год всех своих решающих выборов, начиная с 2000 года. В Волгограде же он объявил о создании ОНФ. Словом, как же побеждать без Сталинграда? Кирилл Рогов. Путин приехал в Волгоград, который на несколько дней переименован в Сталинград по случаю юбилея Сталинградской битвы. Страсть косплея всё-таки в российском клептопатриотизме носит отчасти маниакальный характер и связана, конечно, с желанием стать не собой, переодеться, прикинуться кем-то. Но сейчас не об этом. Юбилей Сталинградской битвы, который воспринимается как переломный момент в Отечественной войне, понятное дело используется как великая аллюзия, и патриотический разогрев перед подготавливаемым решительным вторым наступлением на Украину. Проблема, впрочем, с этой аллюзией в Векторе. Дело в том, что по сравнению с Великой Отечественной, Путин и его война движутся в противоположном направлении. Ещё в начале прошлого года главным фестивальным брендом войны предполагался Парад Победы, то есть 1945 год. Российские войска везли парадную форму в Киев, а исторической кульминацией должен был стать триумфальный парад двух побед в Москве 9 мая. Теперь Путин переехал в 1943 год. Вопрос, что впереди? Некоторые ответы на этот вопрос можно при желании найти в Волгоградской речи Путина. Если верить российскому президенту, впереди борьба с нацизмом в лице так называемого коллективного Запада. Сейчас, к сожалению, мы видим, что идеология нацизма уже в своём современном обличье, в современном проявлении вновь создаёт прямые угрозы безопасности нашей страны. Мы вновь и вновь вынуждены давать отпор агрессии коллективного Запада. Невероятно, невероятно, но факт. Нам снова угрожают немецкими танками «Леопард», на борту которых кресты. Те, кто рассчитывает одержать над Россией победу на поле боя, видимо, не понимают, что современная война с Россией будет для них совсем другой. Мы свои танки к их границам не посылаем. Но у нас есть чем ответить. И применением бронетехники дело не закончится. Пассаж про немецкие танки с крестами привлёк внимание многих комментаторов. На неточности указывает на своём канале редактор «Репаблик» Дмитрий Холизев. Стойте, у Германии во время Второй мировой войны были танки «Тигр» и «Пантера», а «Леопарды» появились позже, уже в 60-е годы. И странно, что Путин, помешанный на истории Второй мировой войны, об этом не знает. Во-вторых, могу успокоить Путина. На переданных Украине танках «Леопард», скорее всего, никаких крестов не будет. А будут трезубцы. И с этими трезубцами танки поедут в Крым. Перечисление о грехах продолжает историк-советолог Николай Митрохин. Кажется, что эрозия всего в российском государстве дошла и до круга спичрайтеров Путина, если не до его головного мозга. Перетоптываясь с ноги на ногу, как будто очень хочется в сортир, Путин заявил, что России снова грозят леопардами. Почему грозят, когда они уже скоро вступят в бой? Почему снова? Когда это было в последний раз? Может быть, перепутались с тиграми? Мы свои танки к их границам не посылаем. Совсем в маразме дедушка не помнит, что год назад началось, в том числе с танками. В словах «у нас есть чем ответить» содержится намек, говорит на своем канале Юлия Латынина. Путин толсто намекал на тонкий ядерный гриб. Причем этот намек, конечно, можно было услышать, если хорошо растеряться. Но я напоминаю, почему это все происходит только намеками, а слюной ядерный брызжет с экрана Соловьев. Потому что Путину пригрозили, что если он будет применять ядерное оружие американцы, то, во-первых, его войска в Украине вынесут тамагавками, а, во-вторых, по бункеру его, собственно, грохнут ракетой. Не обязательно ядерной, можно высокоточной. Пустым блефом считает путинские угрозы публицист Альфред Кох. Все считают, что Путин сегодня опять делал намеки на то, что он готов применить ядерное оружие. Я несколько раз прослушал его пассаж про то, что российский ответ на поставку леопардов применением бронетехники не закончится. И, честно говоря, не считаю, что это он имел в виду ядерное оружие. Обычные путинские угрозы, какие-то невнятные жесты и традиционное путинское бахвальство, не более того. Если раньше слова Путина можно было воспринимать с иронией, теперь от них скорее становится не по себе, отмечает оппозиционный политик Дмитрий Гудков на канале «Живой гвоздь». Если бы я это слышал где-нибудь в своем дворе на скамеечке, где принято считать проституток и наркоманов, я бы, наверное, на это как-то так с юмором отреагировал. Но когда это произносит глава государства, который ведет войну, который организует теракты, убивает людей, разрушает инфраструктуру соседней страны, то, конечно, ну просто вызывает ярость вообще такие вещи. Потому что он главный военный преступник, это он организовал войну. И сегодня вся эта риторика пропагандистская, она просто на фоне тех трагедий, которые ты наблюдаешь 24 февраля, она уже не может иронию вызывать, да, уже какие-то другие эмоции. Манера Путина постоянно приравнивать захватническую войну, которую ведет Россия к Второй мировой, не выдерживает никакой критики, пишет Валерий Соловей. 80 лет назад у нашей страны и ее армии имелась и вполне конкретная и законная цель – освободить международно признанную территорию Советского Союза, после чего совместно с партнерами по антигитлеровской коалиции разгромить нацистов и освободить от них всю Европу, включая саму Германию. Ныне прежние союзники объявлены главными врагами, повинными во всех бедах России и мира. А в чем конкретно заключаются цели СВО, никто на высшем уровне не объявлял с 24 февраля 2022 года. Впрочем, изначально заявленные демилитаризация и деноцификация тоже не выглядели чем-то понятным и конкретным. В общем, переписать учебники истории оказалось гораздо легче, чем извлечь уроки из истории. Цель этой войны совершенно иная, пишет Игорь Эйдман. Путин в Волгограде назвал новую цель войны. Наша главная задача – обеспечить сохранение России. А за несколько лет до этого Володин сказал «Есть Путин – есть Россия, нет Путина – нет России». Таким образом, теперешняя цель обозначена совершенно ясно. Цель войны – сохранение Путина. Изначально у вторжения была другая цель – захват и присоединение Украины. Теперь понятно, что она недостижима. Выиграть войну Путин не способен. Но и проиграть ее позволить себе не может. Слишком большая ставка была сделана на войну. Проиграть ее для него – значит потерять власть. Приходится продолжать бессмысленную бойню. Остановиться на этом сумасшедшем мопеде нельзя, сразу упадешь. Пока идет война, Путин сохраняет власть. Только в этом ее цель и смысл. Вы слушаете подкаст «Цитаты свободы». Два раза в неделю мы знакомим вас с самыми интересными и важными сетевыми дискуссиями. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами. Привет! Меня зовут Марьяна Тарачешникова. А я Наталья Джамполадова. И мы делаем подкаст «Человек имеет право», где рассказываем, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как демократии превращаются в диктатуры, как диктаторы готовят почву для репрессий и как судят военных преступников. Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов. Вы слушаете подкаст Али Пономаревой «Цитаты свободы». У микрофона сегодня Ирина Лагунина. С начала вторжения России в Украину российские спортсмены фактически лишились доступа к международным спортивным соревнованиям. Эта практика соответствует рекомендациям, которые Международный Олимпийский комитет выпустил спустя четыре дня после начала войны. То же относится и к атлетам из Беларуси. Спустя почти год МОК решил сделать шаг навстречу спортсменам и предложил допустить к участию в соревнованиях под нейтральным флагом тех из них, кто не поддерживает войну в Украине и не замечен за злоупотреблением допинга. Этот компромиссный вариант возмутил как украинцев, так и многих из тех, кто выступает в поддержку Украины. Евген Зельман. Подскажите, какие равные возможности у спортсменов из Украины и у спортсменов стран-террористов? При сотнях убитых украинских спортсменов и тренеров, при уничтоженной инфраструктуре, по мнению МОК, у нас равные возможности. Страны, которые ежедневно запускают по нам сотни ракет и бомб, и страна, которую методично и целенаправленно уничтожают, оказывается, имеют равные возможности. Это насколько нужно быть оторванными от реальности, чтобы принять подобное решение? Лиза Фохт. Невозможно не понимать позиции украинцев, которые говорят, что во время Днепра, Буча и Винницы обсуждать такие вещи нельзя. Аргументы МОК понять тоже можно, но винить российским спортсменам, кажется, надо не мог и уж точно не Украину. Владимир Зеленский призвал полностью отстранить россиян от Олимпиады. Советник руководителя офиса Зеленского Михаил Подоляк на канале Гроши раскритиковал позицию Международного Олимпийского комитета и назвал его руководство коррумпированными функционерами. Здесь можно только сказать одну вещь. Безответственность и деньги. Российские деньги, которые очень часто являются ключевыми. Россия очень часто является ключевым спонсором. Вы в свое время была ключевым спонсором Газпром, УЕФА. В других международных федерациях Россия умеет хорошо обхаживать функционеров. Спортивные функционеры, к сожалению, очень мало понимают, что такое мораль. Для них очень важно, чтобы их холили и лелеяли и позволяли приезжать в страны, они будут там улыбаться и получать какие-то бенефиты. Давайте про Международный Олимпийский комитет иначе взглянем. Смотрите, давайте без лицемерия. Я хочу, чтобы просто вот этот субъект, который по фамилии Бах, он перестал у нас хихикать и приходить там. Нет, это нарушение прав спортсменов и так далее, индивидуальных прав и тому подобное. У меня к нему всегда один вопрос теперь. А не хочет ли он нам объяснить, а имеем ли мы право на жизнь вообще? Какие нарушения прав? То есть военно обязанные приезжают к тебе и говорят, смотрите, мы там немножко режем людей, мы там немножко убиваем. Вот здесь мы с флагом нейтральным, но на самом деле мы будем на майках себе писать. Мы Россия, мы имеем право убивать людей, что вы нам сделаете? То есть вот этот субъект, наверное, хочет приехать в семьи спортсменов украинских, которые погибли, 220 человек, и рассказать детям этих, знаете, что смотрите, спорт вне политики, вы понимаете? Слова подалека о спортсменах-убийцах многим показались преувеличением. Однако нельзя забывать, что многие российские спортсмены действительно имеют непосредственное отношение к армии, пишет журналист Андрей Мальгин. Пока идут споры, пускать ли на Олимпиаду 20-24 российских спортсменов на фоне кровавой агрессии России против Украины, хочу напомнить, что многие российские олимпийцы являются военнослужащими. Спортсмены ЦСКА составили треть состава сборной России на Олимпиаде 20-20. Они выиграли 45 медалей из 71. Что касается золота, то спортсмены в погонах взяли там 11 из 20 завоеванных россиянами золотых медалей. О командных видах спорта ничего не знаю. Раньше там ЦСКА доминировала. И все эти представители армии и государства-агрессора пытаются попасть на Олимпиаду в Париже в нейтральном статусе. Томас Бах вроде не против. Тем временем некоторые оппозиционные комментаторы из России не видят ничего плохого в том, чтобы допустить к соревнованиям спортсменов, которые действительно не поддержали войну. Об этом говорит, например, спортивный журналист Александр Шмурнов в программе Михаила Фишмана на телеканале «Дождь». Спорт — это мир. Спорт — это то, что объединяет людей, то, что ищет выход. И спорт, который с первых минут, с первых дней войны все организации признали совершенно невозможным поддержку, совершенно невозможным такое развитие событий. Тем не менее сейчас, когда почти год продолжается тяжелейшая война и вся тяжелейшая для мира история, спорт вынужден как институт искать свои выходы. На мой взгляд, идея заключается в том, чтобы российских спортсменов не допустить под фанфары взять их все паспорта и показать. Вот, смотрите, российские паспорта едут на Олимпиаду. А ровно наоборот. Идея заключается в том, чтобы внутри России продолжать сеять сомнения в различных российских институтах в том, что в принципе можно так жить. Что можно жить тихо, где-то занимаясь своим делом и таким образом поддерживая войну. На мой взгляд, заявление Баха и вообще идея Международного Олимпийского комитета заключается в призыве к россиянам перестать поддерживать войну даже молча. Россия должна признать, Россия как общество, я даже не говорю как государство или власть, как общество, что только неприятие войны, отказ от поддержки войны может дать людям, каждому отдельному человеку, право на нормальную мирную жизнь, на продолжение ее. А с другой стороны, показать Украине, что не нужно ничего бойкотировать, не нужно бойкотировать российских спортсменов, нужно бойкотировать российскую власть. Другие комментаторы предлагают выдвинуть дополнительное требование. Спортсмены, претендующие на участие в международных соревнованиях, должны публично выступить против войны. Константин Осин. Решение МОК о возможном доступе спортсменов из России и Белоруссии лично я считаю не просто безнравственным, а ограничащим с предательством. Однозначная попытка уравнять насильника и жертву. Я мог бы, возможно, поддержать его с другими формулировками. Не спортсмены, не поддержавшие войну с Украиной, а спортсмены, открыто выступившие против войны с Украиной. В этом контексте это могло бы выглядеть хоть немного разумным, не все бы встало на свои места. Тогда под нейтральным флагом выступило бы человек пять. Ну, оптимист я, знаете ли. Тут же получается такая ситуация. Зачем-то надо допустить огромное количество молчунов, которые, возможно, еще и выиграют какие-то медали. С этими медальками они радостно поедут на прием в Кремль к Путину или к условному Пригожину. И будут под копирку рассказывать, что на самом деле думали только об аквафрешном флаге и о доброй и правильной России. Условия участия спортсменов из России и Беларуси могут быть только такими. Однозначное заявление о том, что Крым – это Украина. Заявление с осуждением действий России в Украине. Перевод премий и любых полученных средств на поддержку Украины и ЗСУ. А флаг какой угодно. Вон, почему бы им бело-сине-белый не взять, к примеру. Скандал продолжает разгораться. С совместным призывом не пустить спортсменов из России и Беларуси на Олимпийские игры в МОК обратились министры спорта Литвы, Латвии, Эстонии и Польши. Замглавы МИД Польши Павел Яблонский пригрозил бойкотом Олимпиады в Париже в случае, если на нее будут допущены российские и белорусские спортсмены. Премьер-министр Эстонии Кая Калас назвала спорт важным инструментом пропаганды и призвала не игнорировать этот факт. Дело пахнет широкомасштабным бойкотом, говорит спортивный обозреватель Дмитрий Навоша на канале «Бильд по-русски». Я считаю, что впервые с 1980-х годов Олимпиады в Москве и Олимпиады в Лос-Анджелесе перед Олимпийским движением маячит перспектива настолько широкого бойкота. Вот этому заявлению международного Олимпийского комитета, вот этой концепции о возможности допуска россиян и белорусов, ну всего-то там чуть больше недели, а уже мы имеем массовую, очень громкую реакцию по всему миру. Это далеко не только Зеленский или какие-то украинские официальные лица, но вот не знаю, сегодня НОК Латвии заявил о том, что они не видят для себя возможности участвовать в Олимпиаде, если там есть сборная России. Похожее заявление сделал НОК Польши, НОК и некоторых скандинавских стран, Норвегии, Швеции, тоже в этом смысле приняли точку зрения Украины. И этот риск международному Олимпийскому комитету придется рассматривать серьез. И если обе крайние позиции, когда тотальный недопуск России или вот допуск с нейтральным флагом тех, кто не поддержал войну, как бы между ними нужно искать некий компромисс, мне кажется, такой компромисс существует. Я о нем писал, можно найти, не знаю, в Твиттере, в Фейсбуке, в Телеграме по моей фамилии, мои каналы. И этот компромисс — допуск спортсменов, которые занимают гласную антивоенную позицию, которые понимают и говорят о том, кто в этой ситуации агрессор, осуждают эту агрессию, ну и просто делают это гласно. Белый дом считает, что российские и белорусские спортсмены могут принять участие в летней Олимпиаде в Париже под нейтральным флагом, без гербов и исполнения гимнов. История коррупционных скандалов с участием чиновников МОК заставляет некоторых комментаторов предположить, что Россия снова решит вопрос в кулуарах, а на антивоенной позиции спортсменов никто настаивать не будет. Об этом написал в Твиттере олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников. У меня нет ни малейшего сомнения в том, что МОК разрешит нашим атлетам выступать на Олимпийских играх в Париже под нейтральным статусом, не подписывая каких-либо документов. Сами знаете, каких. К сожалению, без командных видов спорта, как футбол и баскетбол, они пострадают больше всех. Другие убеждены, что на этот раз все будет иначе. Тут все переживают по поводу возможного участия спортсменов из России в будущей Олимпиаде. Хотел бы всех успокоить, не будет там никаких русских спортсменов. МОК, разумеется, та еще контора, но у Путина уже нет столько денег, а цена вопроса резко выросла. Риски и имиджевые потери не сопоставимы с былыми временами. Я готов поспорить, что в итоге российская и белорусская олимпийские сборные не будут участвовать на Олимпиаде. Им не дадут. Участие россиян и белорусов токсично и вызывает протест как у зрителей, так и у политиков антипутинской коалиции. Хотя сначала чиновники МОК будут сопротивляться. Вначале. А потом, если вспомнить пять стадий принятия решения, отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие, то МОК сейчас на стадии гнева. Но очень скоро они перейдут к торгу, а потом и к принятию решения. Так что готов спорить. И выиграю. Тем временем российская пропаганда уже выдает обсуждение вопроса за его решение. Причем в пользу России. В программе «Вести» вышел репортаж о том, что МОК якобы рекомендовал допустить российских спортсменов к соревнованиям под нейтральным флагом. Международному Олимпийскому комитету пришлось выступить с опровержением этих слов. Вы слушали «Цитаты свободы», подкаст, из которого каждый понедельник и четверг можно узнать, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. Выпуск подготовила Аля Пономарева, а представила его сегодня я, Ирина Лагунина. Слушайте нас, комментируйте и советуйте друзьям. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин